Всем привет, с вами Александр Птичкин, автор канала Видеорока по мультипликации. Теперь давайте с вами изучать специальные инструменты Аниме Студия. И первое это физика. Я бы конечно мог рассказать о всей физике и заняло бы это у меня 2 минуты, но без примеров понять это будет сложно. Поэтому я сделаю серию уроков с разными сценами с физикой. И я надеюсь, что сумма всех этих уроков даст вам полный обзор физики в программе Аниме Студия. Итак, сегодня мы с вами сделаем вот такую композицию. Шарик разбивает буквы. Ну что ж, приступим. Создаем новый проект. Итак, для начала нам нужно создать с вами текстовый слой. Жмем сюда. И вот тут можно написать текст. Заливка, контр, выбирайте нужный вам, шрифт. И самое главное, не ставьте в этом чекбоксе галочку. Потому что иначе у нас этот текст создаться как целый шейп. И потом мы не сможем текст разбить на буквы. Нажимаем ОК. И вот появляется наш текст на экране. Берем этот инструмент и перемещаем сюда. Кстати, заметьте, я перемещал текст, когда все буквы выделены. Если мы скинем этот инструмент, то мы можем перетаскивать каждую букву по отдельности. ОК. Нажму Ctrl Z. Следующее, что нам нужно, это разбить этот текст на буквы. Сейчас этот текст находится, видите, в одном слое. Нас это не устраивает, потому что иначе он свалится. Ну вот, целиком свалится. Давайте для примера, чтобы мы в дальнейшем увидели, как это произойдет, я создам дубликат этого слоя. Добавим какое-нибудь название, чтобы мы не перепутали. И уменьшим размер. Пусть он у нас будет на сцене. Просто посмотрим, как он падает. Будет находиться здесь. ОК. Вот наш текст, надо его разбить. Выбираем этот инструмент. Выделяем все буквы. Идем в скрипт, свойство слоя и заходим вот сюда. И тут выбираем вот этот пункт, который уже выделен. То есть положить каждый шейп в свой отдельный слой и затем сгруппировать. Нажимаем ОК. И смотрите, у нас создалась папка, в которой каждый слой – это каждая буква. Причем наш оригинальный слой, он никуда не делался. Просто программа по умолчанию его скрыла. И это теперь у нас отдельный слой. Он нам на самом-то деле уже и не нужен. Мы его можем удалить. Но по умолчанию программу скрывают. Давайте удалим, чтобы не мешало. И принципиально. Окей, теперь нам нужно создать землю и создать мячик. Создаем новый векторный слой. Напишем мяч. Я не зря пишу название слоям, чтобы нам в дальнейшем не запутаться. Выбираем из готовых. Давайте выберем хотя бы цвет другой ему. И рисуем окружность. Ну, например, здесь. Итак, следующая земля. Тоже создаем новый векторный слой. Пускай он будет тоже другого цвета. Вот так. Отлично. Теперь нам нужно задавать физику. Смотрите, в прошлых уроках мы с вами изучали свойства слоя, и никакой физики тут нет. Действительно, ее нет, потому что ее можно включить только в групповом слое. А групповой слой – это вот эта вот папка. Либо мы создаем групповой слой. Видите, такая же папка создается. Окей, удалим, потому что нам не нужно. У нас уже есть групповой слой. Он создался, когда мы создавали разбитие текста. Итак, смотрите. В этом групповом слое есть свойство физики, и его можно включить. Мы включаем направление гравитации у нас вниз, и силы гравитации. На Земле 9 и 8. Ну, ставьте нужное вам. Здесь стоит 10. Итак, теперь эта физика работает только для этих букв. Но наш мяч и Земля пока еще никак к физике не относятся, потому что их нет в этой папке. Перенесем их тоже в эту папку. Для этого ее нужно для начала раскрыть, чтобы стрелка смотрела вниз. Через Shift выделяем и перетаскиваем сюда. Но перед тем, как перетаскивать, чтобы мы потом не потеряли слой, давайте переименуем, что это Земля. Вот так вот. Окей, выделяем через Shift, хватаемся и перетаскиваем. Когда целиком подсвечено красным, вот у нас эти слои появляются здесь. Итак, давайте настраивать. Заходим в Землю, и видите, теперь у нас и у каждого слоя здесь появилась вкладка физика. Земля – это недвижимый объект, то есть ни при каких условиях он не должен двигаться. Поэтому в этом чекбоксе ставим галочку. Недвижимый объект. Нажимаем ОК. Мяч. Для мяча в данном случае ничего не надо ставить. Мяч просто падает. А в каждый слой, в дальнейшем, нам, к сожалению, придется зайти индивидуально и поставить настройки одинаковые. Итак, что с текстом? Текст должен быть неподвижный до момента удара с мячом. Поэтому в этом чекбоксе нужно поставить галочку, то есть время сна, и поставить какое-то время сна, например, 100%. То есть 100 кадров у нас ничего не будет случаться с этим текстом. Конечно, если по нему кто-то не ударит в этот промежуток времени. В общем, этот текст будет неподвижен до того момента, пока его что-то не ударит. Итак, больше никаких настроек ставить не надо, и нажимаем ОК. Так надо зайти в каждый слой и в каждом слое сделать одни и те же настройки. Ускорим этот процесс, чтобы не затягивать ОК. Ну что ж, мы с вами все настроили. Кстати, давайте учиться работать нормально в программе. Если нам эта панелька не нужна, давайте просто уберем. Так называется у нас Style. Закрываем. Ну действительно неудобно, потому что нам приходится ползунком все время листать слои, и их не видно. Ну что ж, посмотрим нашу анимацию. Кстати, мы забыли сюда закинуть наш пробный текст. Кинем его слоем выше. Ну вот происходят такие вещи. Смотрите, мы потом можем посмотреть, как это все происходило. То есть, покадрово. Смотрите, мы не можем перенести эту букву, пока физика включена, в какую-то другую сторону. Вот видите, мы выбираем слой, да? Выбираем, например, какую-то букву, букву И, да? И вообще программа не реагирует. Если нам не нравится, как у нас прошла физика, либо нам нужно принудительно какой-то объект куда-то сдвинуть, либо убрать, а что для этого делаем? Все очень просто. Мы заходим в настройки, основные папки, и отключаем физику. Давайте вот этот вот ключ перетащим в первый кадр. Потому что у нас до этого момента получилось, что физики нет. Окей. Видите, у нас сохранилась анимация, но при этом у нас у каждого слоя также есть его координаты. Если мы выбираем этот слой, теперь мы можем двигать. То есть, как-то менять анимацию, вплоть до того, что мы можем менять позицию мяча. Например, если в фазе касания земли мяч не коснулся земли, и программа ошиблась, мы можем это исправить. Давайте на нее наедем, посмотрим. Вот касается он земли. Ну да, все хорошо. Хотя вы видите, что здесь просвета нет. Тут тоже просвета нет. А тут почему-то он оказался в воздухе. Можно выбрать мяч в этот момент времени. Видите, у нас ключ на перемещение слоя и на вращение программы по умолчанию поставила. Зажимаем клавишу shift и сдвигаем мяч сюда. Тем самым мы можем поправлять нашу физику. Кстати, посмотрите, как падал наш текст, который мы не разбивали. Ну вот, так вот он упал. Итак, на этом я завершаю этот урок. Я надеюсь, у вас все получилось. Если нет, то задавайте вопросы в описании к ролику. И до встречи в новых уроках. Пока. Продолжение следует...